Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Мария Журавлёва. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ученые КФУ успешно разрабатывают инновационный проект в сельскохозяйственной отрасли. В Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялась международная молодежная конференция. Аномальная зима бьет рекорды. В этом году самые высокие показатели за последние 100 лет. Молодежные конференции помогают выявлять потенциал молодых профессионалов. 14 февраля в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялась одна из таких конференций на нефтегазовую тематику. Подробности в сюжете. 14 февраля в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие 4-й международной молодежной конференции «Татарстан АПЭКСПО-2020». Спонсорами конференции стали российская нефтяная компания «Татнефть», «ТНГ Групп» и «Шлемберже». На открытии выступил директор Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Данис Нургалиев. Участие примут более 150 студентов, аспирантов и молодых специалистов из России и стран СНГ. Помимо выступлений с докладами, участников ожидают лекции от ведущих специалистов нефтегазовой отрасли, а также интеллектуальные игры, дебаты и экскурсии по современным лабораториям Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. «Будут определены призовые места. Первое, второе, третье. Что это дает? Во-первых, это отличные подарки спонсоров, которые являются компанией «Татнефть», «ТНГ», «Шлемберже» и «Пакер». Кроме этого, это возможность познакомиться с спонсорами, с представителями компаний и обменяться, конечно же, знаниями». Целью конференции является выявление способности студентов и молодых исследователей к научно-исследовательской деятельности, а также объединения студенческой научной и деловой активности в нефтегазовой отрасли. Конференция продлится до 16 февраля. Диана Желенкова, Фаридзе Хитогле, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета совместно с агрохолдингом «Агросила» успешно разрабатывают и внедряют инновационный проект сельскохозяйственной отрасли. Подробности смотрите в следующем сюжете. Ведущий агрохолдинг по Волжье «Агросила» и Казанский федеральный университет успешно сотрудничают более пяти лет. «Мы сотрудничаем по нескольким вопросам. Первый вопрос, который является очень актуальным для них, это переработка отходов, которые образуются. Это связано с тем, что три года назад все сельскохозяйственные отходы были включены в федеральный классификационный каталог отходов. Поэтому предприятия должны либо платить штрафы за бесконтрольное использование и хранение, либо разрабатывать технологии по их утилизации». В рамках сотрудничества было разработано несколько технологий. Одна из них – термическая переработка отходов методом пиролиза. «Технологии термической переработки отходов, такие как подстилочный, бесподстилочный, куриный помет, методом пиролиза. Это высокотемпературная обработка при 400 градусах без доступа к кислороду. В результате мы получаем продукт, который называется пироуголь или в английской транскрипции биочар, который является прекрасным удобрением». Данная технология прошла испытания и показала хорошие результаты. Благодаря использованию пироугля выросло количество и качество урожая. «Использование пироугля приводит к улучшению качества продукции. Мы проводили испытания на зерновых культурах, такие как пшеница и ячмень. Это основные, это типичные культуры для республики Татарстан. Так вот, по ряду показателей пшеницы мы получаем пшеницу даже первого класса. То есть по совокупности это будет зерно второго класса, но некоторые, такие как белок, такие как клейковина, позволяют отнести эту пшеницу к первому классу». Вторая технология, которую разрабатывают и испытывают ученые КФУ и Агрохолдинг Агросила – это биологический способ переработки отходов методом компостирования. «Биологический способ переработки отходов методом компостирования. Этот метод, в принципе, достаточно давно применяется, но в каждом отдельном случае подбирается грамотная технологическая цепочка». За три года реализации проекта выбрано направление исследований и разработок. Получен пироуголь в лабораторных условиях, а также проведены лабораторные полевые эксперименты. «Вот сейчас мы пришли к пониманию, какая технология будет реализована. Дальше мы будем осуществлять надзор за этой процедурой, чтобы процесс шел именно в том направлении, в котором он нам нужен. И использование компостов в качестве удобрения – это еще один элемент органического земледелия». На данный момент основные направления в развитии сельского хозяйства в России сконцентрированы в положениях национальных проектов, благодаря которым можно получить финансирование. «Есть национальный проект «Экология», в рамках которого мы можем реализовывать вот эти свои наработки или придумывать новые решения с ожиданием, что когда начнутся конкурсные отборы по этим национальным проектам, мы можем получить финансирование для того, чтобы вот это посмотреть, попробовать и реализовать». Всемирный форум татарской молодежи координирует около ста молодежных, общественных, религиозных и культурных организаций по всему миру. 13 февраля в КСК КФУ «Уникс» состоялась его встреча со студентами Казани. Подробности в сюжете. 13 февраля в Большом концертном зале КСК КФУ «Уникс» прошла встреча представителей Всемирного форума татарской молодежи со студентами-соотечественниками из высших и средних специальных учебных заведений города Казань. Цель встречи – вовлечь молодежь в общественную, творческую и интеллектуальную деятельность татарских городских сообществ. Мероприятие состояло из двух блоков. Первым прошло знакомство с деятельностью Всемирного форума татарской молодежи. Выступили представители форума проекта «Открыт университет», театральное сообщество «Калиб», финалисты татарской лиги КВН, а также музыкальный лейбл «Ями Мьюзик Продакшн», занимающийся созданием современной татарской музыки. Во втором блоке состоялась концертная программа с участием современных татарских музыкантов Ильгиза Шехразиева и группы «Тарав». Цель встречи – помочь студентам-соотечественникам с адаптацией в Казань и их вовлечении в дальнейшее развитие городских проектов. Аномальная зима бьет рекорды. Некоторые синоптики утверждают, что она подбирается к самым высоким показателям последних 100 лет, а то и все истории метеонаблюдений. Высота сугробов в некоторых регионах страны составляет всего несколько сантиметров. Специалисты предупреждают, такая ситуация в последующие годы может стать нормой. Так ли это на самом деле? Мы узнали у заведующего кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрия Переведенцева. В декабре и январе большая часть территории России пребывала в красной зоне, временами переходящей в Вишневую. Таким цветом метеорологи обозначают регионы, где зафиксирована температура воздуха выше нормы. Аномальная ситуация коснулась не только европейской части страны. За Уралом дела обстоят не лучше. Столбик термометра в Татарстане также замер на отметке гораздо выше многолетних значений. У нас за всю эту зиму всего было несколько случаев, когда температура понижалась до минус 15. И один раз в феврале даже минус 18 градусов. Это единичные случаи. За всю зиму мы наблюдали лишь буквально считанные дни, когда температура была, так сказать, в настоящем зимней, более-менее зимней. Вот такая погода, теплая, она будет, по сути дела, и весь февраль. Не избежать в этом месяце и снега с дождем. Из-за потепления осадки смешанного характера стоит ждать уже на следующей неделе. С воскресенья температурный фон опять начинает повышаться. И это особенно будет заметно в начале следующей недели, понедельник, вторник, среда и так далее, когда уже будет настоящая оттепель. То есть температура будет и днем выше нуля градусов, порядка двух градусов. Да и ночная температура тоже может быть положительной или близка к нулю. По мнению ученого, аномальные температуры связаны с влиянием атлантических воздушных масс. Вся территория России находится под влиянием Атлантики. Обычно в это время там очень интенсивный бывает сибирский антициклон. Но в этом году он не очень сильно выражен. И до нас, по сути дела, не дотягивается. Синоптики и врачи также предупреждают, что потепление воздуха может привести к негативным последствиям для здоровья. Теплая зима способствует более агрессивному распространению вирусов и ослабляет иммунитет. Поэтому специалисты рекомендуют делать прививки и заниматься спортом, грамотно составляя рацион питания. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok